До 16 и старше возраст имеет значение, особенно для участников проекта «Учеба для актива региона» или, если коротко, «Удар». У каждого не просто идея, а настоящий проект, причем экономически обоснованный, то есть способный переносить прибыль. Цель этого проекта – выявить активных, креативных, выявить молодежь, которая готова и хочет решать именно вопросы, которые связаны с молодежью, с управлением. Вот вы сами здесь несколько проектов слышали, которые уже направлены именно на решение каких-то производственных проблем. То есть все это направлено на то, чтобы улучшить социальную жизнь города. На выступление дается пять минут. За это время участник должен доказать жюри, что именно его проект, а не чей-то другой, достоин реализации. Мураджон Акрамов разрабатывал бизнес-план три месяца. В себе, как и в своей работе, уверен на все сто. Тема моего проекта – это создание диагональных пешеходных переходов на регулируемых перекрестках с нанесением разметки. То есть, я думаю, это очень актуальная тема, так как в законодательстве у нас написано, в правилах дорожного движения 2017 года, то, что если у нас нет разметки, то переходить по диагонали запрещается. На защите проектов присутствовали первые лица города. Они задавали вопросы участникам, выбирали лучшие темы. Глава УРАЯ Анатолий Иванов пообещал, что будут поддерживать интересные идеи и помогать их реализовывать. Самый первый проект, он, в общем-то, уже дал основание так думать, и все последующие подтверждают такую мысль. Они не просто хотят сказать и уйти куда-то в сторону. Когда мы предложили по первому проекту, по переходам, по второму, по ремонту энергосберегающих ламп, вот эти свои участия в этом, и более того, закрепить за ними кого-то из взрослых, из старших, тех, кто занимается этим делом профессионально, у них глаза-то загорелись, и это же здорово. Всего было представлено 8 проектов. Ребят, чьи работы окажутся лучшими, ожидают участия в окружном конкурсе, который состоится в Хантамансийске. Ольга Истемна, Шамиль Саидов. Специально для новостей.